...преугольником эффективности. В предыдущих сериях участники семинара узнали о том, как технологии бережливого производства используют крупные компании и начали осваивать необходимые для работы термины. В 86-м году примерно появился термин, связанный с бережливым производством, который называется «кайдзэ». В основе всего это система глубинных знаний доктора Деминга, известного американца, который в Японии очень много времени провел, 50-х, 60-х годов, и, собственно, «Тойота» это было воплощением того, что придумал в области менеджмента доктор Деминга. Поэтому, как это называть, я считаю, что не суть важна. До тех пор, пока мы понимаем, что за этим стоит. Любая работа или производственный процесс смотрится через призму четырех элементов. В этой серии участники поработают с треугольником эффективности в применении к своим компаниям. Сейчас я предлагаю разбиться на две группы, попробовать использовать эту концепцию треугольника эффективности уже в группах. Светлана и Вадим расскажут коллегам немного о специфике производственного процесса в ваших компаниях. И вы в группах совместно постараетесь формулировать, что такое категория поставки вашей компании, что такое категория качества вашей компании, что такое категория рисков и затрат, соответственно, в вашей компании. И после того, как вы обсудите это совместно, собственно, Вадим и Светлана представят нам результаты. Вперед! Уважаемые зрители! Напоминаем вам, что такое треугольник эффективности. Работа компании рассматривается через призму из четырех элементов. Поставка, качество, затраты и риски. Вы также можете сейчас проанализировать работу своей компании по этим направлениям, попытавшись тщательно сформулировать, в чем в вашей компании выражается каждый из элементов. Наконец, настал момент подводить итоги работе групп. Светлана, начнем, наверное, с вас. Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ширяева. Я являюсь директором и владельцем компании «Альянс Дизайн» декора интерьеров. На тренинг пришла, потому что для меня, как для собственника, вопрос минимизации потерь, вытаскивания резервов, эффективности компании стоит остро, стоит всегда. Вкратце расскажите о компании. Наша компания продает декоративные материалы и оказывает услуги сопутствующие по оформлению окон, по оформлению стен на этапе, когда ремонт уже подходит к своей завершающей стадии. Что у нас по категориям поставок? К чему вы подошли? Соответственно, поставка, я бы сформулировала это так. Декор-студия «Альянс Дизайн» поставляет своим клиентам решение их задач по декору их интерьеров. По параметрам качества какие у вас? По параметрам качества клиенту всегда необходим выбор, поэтому широта ассортимента – это один из показателей качества. Клиент не всегда является профессионалом в области дизайна, и в дизайн-студию, в декор-студию он приходит за тем, чтобы ему посоветовали. Поэтому профессионализм дизайнеров, консультантов – это тоже один из параметров качества. Затем сроки в нашей сфере бизнеса зачастую превышают полтора-два месяца. Мы шьем шторы быстро, от двух дней до двух недель. Такой срок мы называем клиенту, и это их очень устраивает. Поэтому время изготовления – это тоже параметр качества. Также то, что я считаю, что параметром качества должен являться хороший сервис, именно обхождение клиента, обхождение с клиентом, красивое помещение, поскольку клиент проводит у нас иногда не один час, еще, пожалуй, один назову. Это возможность выезда к клиенту, потому что можно выбрать все, что угодно в салоне, но приложить это у себя дома и посмотреть при своем освещении со своими родными, близкими и так далее. То есть выезды – это тоже параметр качества. По затратам? По затратам. Затратами у нас являются непосредственные затраты на расходные материалы. Это у нас за счет клиентов. Это то, что формирует стоимость? Конечно же. Все, что формирует стоимость. Формирует стоимость расходные материалы, аренда офиса, салона, производственного помещения. Заработная плата? Заработная плата. Ну, собственно, все. Отлично. Может быть, риски? Риски. Ну, один абсолютно точный риск – это, если нас подводят поставщики. То есть несвоевременная или некачественная поставка товара. Все? Ну, человеческий фактор, я не знаю, это может, поскольку… Нет специфичный. Модель нам нужна для того, чтобы специфичные элементы узнать о своей компании. Человеческий фактор есть везде. Тогда, коллеги, комментарии? Дороги, все нормально. Мы не спорим, мы дискутируем и высказываем свое мнение. Вот это не очень удобная формулировка поставки. Почему? Зачем нам… Для этого нужно задаться просто целью и понять, зачем вообще мы используем треугольник эффективности. Треугольник эффективности позволяет нам увидеть свою работу в разных плоскостях. И если мы понимаем, какой продукт мы производим, как в случае с Макдональдсом гамбургером за одну минуту, не больше, чем за одну минуту, то мы можем, во-первых, определить показатель, определенно выработать показатель, который мы будем мониторить и со временем в динамике понимать, у нас процесс становится лучше, он у нас становится хуже или он у нас не меняется. Это первое. И второе, если мы определили эту категорию, и у нас есть к ней показатель, у нас есть возможность, у нас есть просто предмет, конкретный абсолютный предмет, есть возможность улучшать этот процесс по этому показателю. Еще один элемент, который вот сейчас, смотрите, мы с вами видим на лицо, то, что определить эти параметры не очень просто, сформулировать четко, не очень просто понять, что такое наш продукт. У нас время есть в продукте или нет в продукте времени? Есть. Две недели. Ну, две недели же лучше. Я не уверен, что клиент, приходя в компанию, ожидает этот срок, понимает. Он не знает. Он не знает срока. У нас время в параметрах поставки или в параметрах качества? Но его интересует же этот срок. Его интересует, безусловно. Что это означает для нас? Это будет критерием выбора. Чем это для нас важно? Что внутри компании, вот такого рода упражнения, важно делать. Потому что это формирует единое, одинаковое понимание, что мы делаем, что важно для заказчика, из чего состоят расходы, какие у нас риски. И это упражнение, тут нет легких ответов. Эта модель не дает ответы нам. Эта модель задает вопросы, над которыми нужно думать. Если мы сформулируем в конечном итоге, что это, условно говоря, шторы на заказ не больше, чем за неделю, я хочу вернуться вот сюда, опять к Макдональдсу. Был сформулирован именно такой посыл. Гамбургер за одну минуту. Точно так же однажды они могли сформулировать гамбургер за три минуты. И тогда продукт был гамбургер за три минуты. Это не потому, что человек хотел за одну минуту. Потому что в конечном итоге несколько людей из Макдональдса договорились, давайте все-таки сделаем одну минуту, давайте. И под это начали выстраивать процесс. Да, это было бы здорово, если бы в голове у клиента было четкое понимание продукта, что у нас он может заказать и получить не больше, чем за одну минуту продукт наш. И под это, тогда какие у нас должны быть процессы дальше? Сколько у нас булочка должна разогреваться? Сколько она должна, должно уйти времени от момента, когда я нажал кнопку, до момента, когда ее положили в печь? Значит, где эта печь должна стоять? От того, от холодильника, где этот гамбургер лежит. Все одно за одним, одно за одним. Но как только мы определили. Если мы здесь не определили, у нас нет возможности дальше ничего разрабатывать. Мне кажется, что здесь отличие от Макдональдса ключевое в том, что это уникальный продукт в какой-то степени, а не просто там пирожок на вкусе. Можем написать здесь, что это уникальный продукт. Ну, шторм и заказ по индивидуальным заказам. Да, это был уникальный продукт, чем тот же гамбургер. По индивидуальным заказам. Там же для каждого свой гамбургер. Клиент, когда не каждый день он покупает квартиру или делает ремонт, иногда он не знает, как подступиться к этому вопросу. И он приходит, и ему нужно все. От буквально того, как, что это бывает, до того, чтобы все это ему повесили. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Нам этот пример важен с нескольких точек зрения. Первое. Мы должны понять, что определить эти параметры не так просто. Второе. Целесообразно это делать внутри компании. Обсуждать, что это есть. И желательно еще вместе с клиентами и с поставщиками. Потому что в категории рисков у вас есть поставщики. Они должны это четко понимать. Третье. Удобная или неудобная формулировка здесь у нас. Ответ на этот вопрос можно получить просто подумав. Первое. Можем ли мы сформулировать теперь показатель для этого, который мы будем мониторить дальше? Риск. Количество несчастных случаев на производстве. Это показатель, который отражает риски производственного процесса. И второе. Можем ли мы, увидев эту формулировку, теперь запустился ли у нас в голове механизм, который начинает думать над этим параметром, как его сделать лучше. Если не запустился, значит не очень удачное. А вот обеспечить шторы на заказ, если вы, например, зафиксируете для себя, ну, если вы считаете, что параметр важен, и там две недели – это некая такая грань, то, во-первых, все заказы, которые на 80% состоят из шток, 20% – все остальное, потому что это решение действительно. Но если это основной заказ все-таки штора и около него, то вы можете абсолютно точно посчитать, сколько за последние полгода вы уложили сразу в две недели, а сколько не уложили в две недели. Это вам не добавляет ничего относительно того, что нужно сделать. Но для вас это информация и повод задуматься, почему у нас в 15% случаях не получается за две недели. Вот я, чем я. А я изменимым показателем считаю удовлетворенного клиента. Тогда в затраты нужно штат еще психолога ввести, чтобы с клиентом общался, чтобы он всегда доволен. Ну, вы же эти показатели тоже мониторите? Да, конечно. Не только удовлетворенность клиента. Поэтому, что мы сегодня мониторим, это означает, что для нас сегодня важно. Спасибо большое за ваше выступление. Вадим, теперь я попрошу вас поделиться результатами работы вашей малой группы. Меня зовут Вадим Геннадьевич Савко, компания «Турк Траст». Я занимаюсь производством фотообоев по уникальной технологии. И, собственно, руковожу компанией. Ожидаю, что этот тренинг позволит улучшить наше производство и сделать его более эффективным, более бережливым и достичь еще больших результатов в производстве. Что мы производим? Мы производим фотообои под маркой «Антимаркер». Обои отличаются от тех, что есть на рынке, тем, что их можно мыть. Мыть можно самыми сильными растворителями. Собственно, это наше ноу-хау. Мы отличаемся от аналогичного продукта, который поставляется из-за рубежа. В первую очередь, своими свойствами. Плюс у нас большие размеры, полотно очень большое, клейте очень удобно. Ну и, собственно, дизайны свои, собственно, стараемся изобретать. Мы работаем в сегменте B2B. В первую очередь. И во второй очередь уже продажи розничные. Но мы их не будем рассматривать, потому что объемы несравнимы. С точки зрения продуктов, ну, фотообои, которые мы продаем, там, производим за три дня, отгружаем за два дня и от одной штуки. Что касается качества, то по качеству заметная, надежная, яркая упаковка. Количество вариантов дизайна. Я не знаю, ассортимент. Ассортимент, да. Ну, и уникальные свойства. Типа можно мыть растворителем. Что касается рисков, а, нет, затрат. Значит, очевидно, зарплата, аренда производства, аренда офиса, бухгалтерия, ремонты оборудования, ну, логистика, да. И реклама. А, сырье? Да, сырье. По рискам травмы на производстве, соответственно, техника безопасности, да, ее проще назвать, текучка персонала, сроки поставки материалов, их качества, случайность ремонта оборудования, то есть именно ремонт аварии, проблемы у бизнес-партнера. Это что такое? Это 40 минут. Ну, например, разворился один из основных покупателей. Их просто ограниченное количество. Логистика. Все. Все. Ну, достаточно такая сбалансированная картинка. Какие комментарии? Во-первых, фотообои с минимальной партией один рулон с отгрузкой 2-5 дней. Первое. Понятно, что такое продукт? Вроде бы понятно. Показатель мониторинга сформулировать можно, да? Можно. Ну, супер. Он и его сотрудники могут начать думать, как это, если здесь показатель будет, там, КП, коэффициент какой-нибудь поставок, то что нужно делать, чтобы его значение улучшать. Теперь качество. С качеством вот интересно, может быть, давайте еще такую одну модельку небольшую нарисую. Параметры качества можно разделить на три группы. Параметры качества. Первое. Категория параметров качества должно быть. Вот если этого нет, то к вам в принципе не придут. Второе. Параметры качества, которые называются больше, лучше, лучше, больше, лучше. За минуту хорошо, это должно быть. Но если сделать за 30 секунд, то ты будешь более довольный. Есть третье. Углажители называются. Клиент этого не ожидает. Если компания по индивидуальным турам посмотреть животное, обещает кита, и когда мы едем. А вот еще посмотрите, дельфинов. Без этого, если этого не будет, клиент останется доволен. Но если ты добавишь вот это, то это будет эффект вау. Эти параметры качества, ну, например, если никто не упаковывает обои вообще, все забирают в рулонах, то первый, кто начнет оборачивать их пленкой, пленка будет фактором обложителя. Ничего себе. Следующий клиент приезжает, а у вас теперь они в пленках упакованы. Здорово. И что, на цену не повлияло? Нет, не повлияло. Потому что это практически бесплатно. Зато все к тебе перешли теперь. Потому что остальные производители других обоев, не ваших, а других, интересное решение, очень простое, тоже стали делать. И этот параметр бы, что перешел в факторы, стал категорией должно быть. Потому что теперь в глазах и в уме, в голове клиента обои должны быть упакованы. Дальше. Вы как инновационный человек, инновационная компания, думаете, так, теперь мы сделаем упаковку надежную. Это опять переходит сюда. И потом опять сюда перейдет. То есть фактор, когда инновационная компания что-то находит, люди все к ней, это решение копируется, и теперь ты вынужден это делать. Вот если мы находим вот такие факторы качества, параметры качества, то это позволяет нам обеспечить приверженность. И в каждом бизнесе, в каждой компании это факторы вложителей, а не свои. Тогда вас будут рекомендовать. Вот здесь по категории затрат, на мой взгляд, тоже довольно удобно, потому что все прописано. Все прописано. Не в целом, ведь можно же было написать, чем, смотрите, чем неудобно агрегирование. Как только мы сагрегировали, то мы не видим деталей. И мы не понимаем, как эти затраты сложились. Так же, как и здесь. Мы можем, в принципе, написать качество продукта, только непонятно, что ты там с ним делать, как на него влиять. А когда мы заметно и надежно, а вы еще написали, сказали яркое, яркое, еще одна категория. Это значит, что Вадим понимает, что яркое и заметно, это некоторые разные категории, и мы будем работать и по яркости, и по заметности. Потому что яркость – это цвет, а заметно, возможно, это форма, возможно, это материал упаковки. И то, и другое влияет. И чем лучше мы это понимаем, именно детальнее, не агрегирование, а опять детальнее. И опять отсылаюсь, привожу опыт Toyota, до 800 параметров. И понятно, поэтому, когда садишься в хороший автомобиль, почему-то тебе комфортно в нем. Категория рисков. Принято, вот в этом модели принято. Учитывать риски, которые связаны с нашим производственным процессом, на который мы влияем. Когда опять мы увидели модель, мы начинаем думать в этом направлении. Мы видим модель, мы видим, мы очень хорошо, вы гораздо лучше представляете свои производственные процессы вашего клиента. И когда видим модель, мы начинаем об этом думать. И точно, абсолютно, вы можете сформулировать эти вещи для себя. Дальше мы с вами поговорим о том, что такое операционное ядро в организации и почему сотрудников неизвестно.